В финансовом смысле всегда, а он всегда в душевном. Потому что, когда человека чего-либо лишают или уменьшают его ресурсы, он начинает беспокоиться. Это именно его духовный дом начинает беспокоиться. Сердце не дает спать по ночам. И чтобы уменьшить эту тревогу, нужно вынести свою проблему за рамки твоей территории. То есть, грубо говоря, твоей спальни четырех стен дома. И поэтому мы со своим кругом друзей и подружек придумали вот эти антистрессовые вечеринки. Мы их проводим на любой территории дома, квартиры. Летом это дачи, неважно, бассейн. Мы ходим совместно на танцы. И на этих пати мы собираемся именно девичниками. Потому что смешанные программы не раскрывают реальных проблем. Мальчик с девочкой по душам трудно говорит о проблемах. И я собираю вот эти девичники, на которых девчонки приносят свои проблемы. С мужьями, с детьми, какой-то быт. Мы устраиваем друг другу разгрузочные, релаксирующие вечеринки. Мы готовим блюда кухни мира. Мы разбираем проблемы, которые у кого-то. Что-то напоминает все такое общество анонимных алкоголиков. Когда мы можем честно поговорить о реальных проблемах. Ведь люди, даже рассуждая о любви, девушка чаще всего говорит, «Вот он, я ему все сделала, я ему приготовила борщ, я ему наварила, и что ему еще надо». И совершенно не понимает, что в этот момент она не успела заглянуть в зеркало своей души и ответить на простой вопрос, «А сделала ли ты что-нибудь своему любимому из того, что ему действительно надо?» И вот на эти тонкие вопросы мы и отвечаем вот на этих антистрессовых вечеринках. Девчонки с таких вечеринок уходят просто одушевленные. Потому что это даже совет каждому. Любовь – это не то, что видишь ты для себя. Любовь – это то, что видит твой партнер для него. И вот это то, что нужно для него, мы должны очень тщательным образом разбирать. И уметь отдавать. Потому что любовь – это всегда, когда ты отдаешь. Когда ты делишься. Делаешь это легко и непринужденно. А самое главное, что если ты отвечаешь на вопрос, почему ты любишь, значит, тут уже умеется торг. А там, где любовь торга, быть не может.